Всем здравствуйте! Тема сегодняшнего практического занятия – это менингококковая инфекция у детей. И хотелось бы начать с клинических проявлений, как они представлены. Здесь на фотографиях вы можете увидеть, что основное проявление и самое значимое для менингококковой инфекции, особенно что касается менингококцемии, менингококкового сепсиса, шока, это геморрагическая звёздчатая сыпь. Прошу обратить на неё внимание и запомнить, как она выглядит, потому как это, пожалуй, единственный симптом, который может натолкнуть на мысли об этом тяжёлом заболевании, которое, к сожалению, в 30% случаев заканчивается летально. Посмотрите, да, вот какие есть проявления клинические. Здесь сыпь, как вы видели, на туловище, она может быть представлена единичными мелкими элементами, а на конечностях, вот на этой фотографии видно, что сыпь может приобретать свойства больших обширных кровоизлияний и сливаться. В центре этих кровоизлияний могут быть участки некрозов. Это всё один и тот же ребёнок. Как вы видите, вот такие элементы. Очевидно, они геморрагические и сыпь эту необходимо, ещё раз повторяю, запомнить, чтобы не пропустить тяжёлое заболевание, потому как начало заболевания может быть не вполне похоже на мингокуковую инфекцию, а на совершенно разные. Другие заболевания, начиная от респираторных, заканчивая другими какими-то системными болезнями. Другой ребёнок, здесь характер сыпи немножко другой, но её морфология, она не меняется, это всё равно геморрагическая сыпь. Здесь она более мелко рассеяна по всему телу, то есть большие очаги, они на ножках в основном, на ручках расположены, но тем не менее сыпь, она характер свой не меняет, она геморрагическая. И это важно запомнить. В данном случае тоже ребёнок представлен на фотографии, где у ребёнка наблюдаются обширные геморрагические кровоизлияния, и, к сожалению, иногда такие клинические проявления, они приводят к неблагоприятным последствиям, и каждый десятый ребёнок, который переносит минкококовую инфекцию, часто имеет какие-то серьёзные длительные расстройства. И в данном случае, обратите внимание на следующий слайд, геморрагические кровоизлияния, которые впоследствии трансформировались в некрозы, в таком случае они привели к необходимости применения хирургического метода лечения и компутации конечностей. К сожалению, вот такой исход может быть, поэтому всем на путстве быть очень внимательными, вовремя диагностировать, ведь основная проблема минкококовой инфекции – это, к сожалению, позднее обращение, поздняя диагностика, а не своевременное начало терапии. И здесь прошу обратить ваше внимание на динамику заболеваемости. Мы, да, безусловно, видим снижение заболеваемости от года к году, но, тем не менее, заболеваемость она сохраняется, она никуда не делась, минкококковая инфекция есть, она встречается, и диагностируем мы её, и учитывая, что сейчас появляется, есть вакцина, появилась давно, да, уже достаточно, и люди могут привиться от минкококовой инфекции, несмотря на всё это, вакцина не включена в национальный календарь прививок, она недоступна для всех бесплатно, поэтому настороженность определенная должна быть на это заболевание у детей. Что же такое минкококковая инфекция? Это острое инфекционное заболевание токсикобактериальной природы, которое вызвано на эссерии менингитидис, только этот штамм вызывает, передаётся заболевание воздушно-капельным путём и протекает в различных клинических вариантах, от лёгких форм, на зафарингит, носительство, да, до тяжелейших септических форм, менингококцемия, то есть это менингококковый сепсис и доля дальнего исхода, к сожалению. Вот такова структура острых нейроинфекций вообще у детей. Мы знаем, что менингококковая инфекция относится к нейроинфекциям, и она составляет во всей структуре около 17% среди всех поражений нервной системы. По клиническим проявлениям, как вы видите в структуре, больше чем треть или половина это гипертоксические формы этой инфекции, то есть не на зафарингиты преобладают, а именно гипертоксические формы. У нас есть различные штаммы, мы выделяем стриптокока, и на территории Российской Федерации встречаются штаммы A, B, C, Y, W, 135. И, как вы видите, из структуры преобладает штамм B, B, то есть A тоже встречается, C штамм тоже есть, ну и вот очень мало Y и W, то есть они встречаются гораздо реже. Для чего нам это нужно знать? Нам это нужно знать для того, чтобы подобрать вакцину более подходящую, которая могла бы включать в себя штаммы A, B, C, и, может быть, не столь значительное место уделить сиротипам Y и W, так как их распространенность гораздо ниже. Конечно же, источник инфекции всегда это либо больной человек, у которого на зафарингит есть, например, или генерализованная форма, или болеет он менингитом, да, менингококковым, либо здоровые носители, они тоже являются источниками, и в эпидемиологическом плане они всегда, естественно, более опасны, нежели больные генерализованными какими-то острыми формами, которые находятся в изоляции. Из-за возрастной структуры можно сказать, что, безусловно, преобладают дети, и дети первого года жизни, да, представленные на слайде, у них заболеваемость максимальная. Также дети возраста от 1 до 2 лет, с 2 до 4, да, и взрослые гораздо реже болеют этой инфекцией. Определенная сезонность прослеживается, это зима-весна. В принципе, нельзя сказать, что в какой-то сезон совсем не встречается инфекция, больные могут поступать в стационар в любое время года, другое дело, что их количество, например, летом меньше гораздо, да, а вот осенью, зимой, весной, а их количество выше, особенно весной. Что в классификации, да, то есть стоит обращать внимание конкретно на то, какие формы выделяют согласно классификации, для того, чтобы верно трактовать диагноз, поставить. То есть мы выделяем локализованные формы, это минингококковый, назов, фаренгит и носительство. Только лишь две формы относятся к локализованным, все остальные относятся к генерализованным. Это минингококцимия, гнойный минингит, гнойный минингенцефалит и сочетанная форма, то есть может быть изолированный минингит, только минингококковый, без сепсиса, без минингококцимии. Может быть изолирована минингококцимия без минингита, то есть это сепсис без минингита, и сочетанная форма, когда есть у ребенка и шок, сепсис, менингококцемия и гнойный менингип. Также выделяют редкие формы, но в клинической практике не так часто мы их видим, наблюдаем и не часто диагностируем. Это артрит, миокардит, остеомиелит, еще и ридациклит выделяют. То есть это не очень частые формы. Как, например, может быть сформулирован диагноз, если мы имеем такого больного, например, это менингококковая инфекция, изначально ставим диагноз, далее ставим по классификации менингококцемия и указываем тяжесть, тяжелая форма, например. Осложнение выносится отдельно, инфекционно-токсический шок, например, второй степени. Либо второй вариант диагноза менингококковая инфекция, если у нас нет шока, сепсиса. Менингит – тяжелая форма и осложнение, отек, набухание головного мозга. Среди клинических форм, то есть менингококцемия – 35%, менингит изолированный без сепсиса – 25% и смешанные формы – 38%, они преобладают. Но и редкие, как я уже говорила, 2%. Характер сыпи, пожалуй, единственное заболевание, к которому описание сыпи необходимо очень четко помнить, очень четко знать. Геморрагическая сыпь с некрозом или без некроза. Изначально она вообще может быть разиолезно-популезная. Размер ее от 2 до 5 мм в диаметре. Изначально на первых этапах заболевания, затем они разрастаются, сливаются. И на месте обширных кровоизлияний с некрозами происходит отторжение некротических участков и образование тканевых дефектов. Геморрагические элементы сохраняются в течение 3-7 дней. Цвет сыпи – вишневый или фиолетовый. Еще описывают в клинике такую пробу, пробу со стеклом или пробу со стаканом, когда при прикладывании прозрачного стекла или стакана при нажатии не исчезают элементы сыпи. Это, опять же, говорит о их геморрагическом происхождении. Призыв для всех педиатров ребенка с любой лихорадкой раздевать полностью, смотреть полностью, осматривать. Возможно, это занимает время. Это никому неудобно, никому, может быть, не очень хочется. Особенно если ребенок капризничает. Обычно посмотрели горло, поставили диагноз ОРВИ и дали рекомендации. Но обратите внимание, что 52% случаев сыпь впервые возникает только на ногах. Если осмотреть только ротоглотку, посмотреть только лимфоузлы, измерить температуру и назначить соответствующую терапию по синдрому, тогда можно пропустить диагноз, к сожалению. Поэтому стоит раздевать ребенка и смотреть его полностью. Впервые сыпь возникает на ногах в 52% случаев, на плечах в 30% случаев, на груди и животе в 12% и в 6% случаев на голове. Возникновение первых элементов сыпи выше плечевого пояса, выше на плечах, на груди, в принципе является предиктором предиктором неблагоприятного тяжелого течения заболевания. Какие признаки менингококцемии? Еще пока без инфекционно-токсического шока. Это, конечно же, контакт с больным менингококковой инфекцией или носителем менингокока, если мы об этом знаем, если у нас есть какие-то эпидемиологические данные. Это острое начало, повышение температуры до 39-40 градусов, очень резкое. Головная боль, возможная рвота и геморрагическая сыпь – тот основной симптом, на который мы обращаем внимание. Вот еще представлены фотоматериалы больных с менингококцемией, с менингококковым сепсисом. Вы видите, какие разлитые участки геморрагической сыпи этой, да, по сути, это кровоизлияние, в их центре некрозы отторгающиеся. И сыпь может быть совершенно разной интенсивности, но, тем не менее, состояние сепсиса, оно одно у этих детей представленных. У кого-то сыпи больше, у кого-то меньше, у кого-то она более обширная, у кого-то более единичная, так скажем, да, но, тем не менее, она геморрагическая и она подтверждает диагноз. Инфекционно-токсический шок принято делить по степеням тяжести. И первая степень тяжести – это тяжелое состояние, бледные кожные покровы, высокая температура, обильная геморрагическая сыпь с некрозом, может быть повышенное давление изначально. Замечаем олигурию, и ребенок возбужден, он беспокойный, он капризничает, кричит. Такое состояние при первой степени беспокойное. При второй степени состояние больного очень тяжелое, заболевание начинается более бурно, температура резко повышается сразу до 39,5, затем она падает до субфибрильных цифр. Кожные покровы бледные, с сероватым оттенком, может быть акроцианоз уже при данной степени, конечности холодные, влажные, и сыпь геморрагическо обильная, вишневого или фиолетового цвета, с локализацией на туловище, конечности шеи, единичные элементы на лице, и сыпь продолжает нарастать, в данном случае уже ребенок может быть более угнетен, нежели возбужден. Здесь также представлены элементы сыпи, еще раз все направлено на то, чтобы вы могли их запомнить, их отдифференцировать в последующем, геморрагические кровоизлияния на конечностях, то есть вот так они выглядят, с некрозами в центре, но иногда, так как это конечности, иногда это приводит к ампутации пальчиков, да, или вообще, да, стопы или кисти, в зависимости от процесса, от этого некротизированных тканей, от их объема, и от возможности сохранить ткань, либо отсутствие такой возможности. Инфекционно-тактический шок третьей степени. Здесь острейшее начало болезни, температура фибрильная, затем опять же она падает до субнормальных цифр, уже отсутствует сознание, синюшные кожные покровы, общий цианоз, с первых часов болезни множественные геморрагические высыпания с некрозами, и в результате венозного стаза появляются крупные фиолетово-багровые пятна, некоторые пятна сливаются. Также выделяют злокачественное течение венингококковой инфекции, и, к сожалению, оно может быть еще до развития сыпи, то есть мы можем даже не увидеть сыпь, на основании чего обычно мы диагноз можем заподозрить и поставить. Какие признаки? Во-первых, это ранний возраст детей до года. Во-вторых, можно увидеть необычную бледность кожи и носогубного треугольника, холодные кожные покровы, стойкая гипертермия в течение 12 часов, которая может сочетаться с повторной рвотой, ребенок заторможен, необъяснимая клиническими данными заторможенность, когда, в принципе, мы не видим визуально каких-то проблем, но ребенок необычайно вял. Не соответствует общая тяжесть состояния с физикальными данными, мы физикально ничего можем плохого не найти, ни хрипов в легких, ни ослабления дыхания, никаких серьезных отклонений по органам, со стороны органа. Ну и будет, безусловно, стойкая тахикардия, глухость сердечных тонов. То есть здесь, конечно, можно поэтому сориентироваться. Далее, что вообще, какие клинические симптомы чаще всего у детей связаны с проявлением именно менингита, менингококкового. То есть уже сейчас речь не о сепсисе, а именно о менингите. Первое место – это гипертермия, и второе место – это менингиальные симптомы, конечно же. То есть если есть менингит, здесь, безусловно, симптомы менингиальные должны встречаться. Далее идут такие симптомы, как рвота, сыпь, нарушение сознания и очковые симптомы. Вот в ряде случаев, в 15% случаев, к сожалению, менингиальные симптомы могут отсутствовать. И диагноз, опять же, может быть поставлен позднее. Какова структура осложнений при генерализованных формах менингококковой инфекции? На первое место выходит, опять же, инфекционно-токсический шок и отек головного мозга. ДВС-синдром, безусловно, есть нарушение коагуляции у этих детей. И синдром полиорганной недостаточности гораздо реже. И еще один синдром, про который стоит знать, это синдром Виттерхауссена-Фридриксена, когда происходит кровоизлияние в коронах почечников и нарушение жизненно важных функций у ребенка. Такие вот данные есть. И чаще всего осложнения представлены шоком, непосредственно и отеком головного мозга. Каковы исходы? Конечно же, всем бы хотелось войти в розовый сектор. Это выздоровление, 76%. Все-таки детей выздоравливает. Это зависит от очень многих факторов. От времени обращения, от времени постановки диагноза, от старта терапии, правильно ли она была начата, вовремя ли она была начата, теми ли препаратами, теми ли дозировками. То есть здесь много факторов очень влияет на процент выздоровления. Да даже банально, куда привезли ребенка, в какое отделение. Специализированное или просто в педиатрию привезли, лечить ОРВИ. Очень многое зависит от тактики участкового педиатра, от тактики педиатра, который работает на скорой помощи. К сожалению, 4% летальность. Если мы говорим только в структуре сепсиса, менингококкового, то там летальность может достигать 25-30%. При всех формах летальность составляет 4 в целом процента. Гипертензионный гидроцефальный синдром, как резидуальное явление, перенесенное менингококковой инфекцией, в 4% случаев сохраняется. Также выделены симптомы очагового поражения ЦНС. И в 14% случаев ЦНС после перенесенного заболевания может сохраняться, не проходит бесследно болезнь у некоторых детей. Как мы ставим диагноз по лабораторным данным? Нам, безусловно, помогают бактериологические, бактериоскопические методы. Это методы прямые, прямой диагностики, бактериологические непосредственно посев. Можно брать носоглоточную слизь и кровь. На посев кровь, конечно же, до начала проведения антибактериальной терапии лучше всего забирать. И можно осуществить высев непосредственно менингококка, его просеротипировать, посмотреть, какой это менингококк и так далее. Бактериоскопически это такая быстрая диагностика, так скажем, обнаружение менингококка в мазке, глоточной слизи или толстой капли крови. Кроме того, есть экспресс-методы с помощью обнаружения антигена мы можем обнаружить менингококк, да. И сирологический метод нарастания китра антител, он нам тоже не очень в экстренной ситуации подходит, потому что здесь интервал 2 недели, мы можем узнать результат только через 2 недели. Что мы будем делать при подозрении на менингококковую инфекцию, при подтверждении диагноза, на догоспитальном этапе? При генерализованной форме врач скорой помощи должен обязательно обеспечить именозный доступ сразу. Инфузионная терапия начинается сразу. В ряде случаев предлагают 2 доступа, то есть в 2 вены. На догоспитальном этапе, согласно последним приказам, рекомендовано введение цефалоспоринов 3-го поколения. В разовых дозах цефатоксин 50 мг на килограмм, это не в сутки, это разовая доза, либо цефтриаксон 50-75 мг на килограмм. Но если есть возможность быстрой госпитализации в течение до 1 часа, от введения антибиотика лучше воздержаться. Почему? Потому что вводить антибиотик нужно только на фоне адекватной инфузионной терапии. Это связано с тем, что антибиотики цефалоспоринового ряда действуют на менингококбактерицидно, и при разрушении массивного менингококка в кровь выходит большое количество токсинов, что может усугубить шок. Гормоны вводятся согласно протоколу, согласно инструкции. При днизолон из расчета 10-20-30 мг на килограмм, это в зависимости от степени шока. При 1-10, при 2-20, при 3-30, обратите внимание, дозы очень большие. Вводится внутривенно. Или можно вводить дексаметазон из расчета, тоже соответственно степень тяжести инфекционного шока, 1,5-3-5 мг на килограмм массы тела. Можно тримышечно, можно тоже внутривенно. Вызывать нужно на догоспитальном этапе на себя бригаду реанимации и передавать ребенка реаниматологу. Транспортировать его можно только со стабильным давлением. Помощь еще на догоспитальном этапе по другим мероприятиям. Это поддержка дыхания, если в этом есть необходимость, подача увлажненного кислорода через носовые конюли, катетеры или маску. При инфекционном шоке в 1-2 степени, интубация трахеи и ВЛ в режиме гипервентиляции, если мы имеем шок в 3 степени. Инфузионная терапия может проводиться тем, что есть. Солевые растворы, хлористый натрий, вдруг есть квинтасоль и 50% раствор глюкозы в соотношении 1 к 2. Темп инфузии на период транспортировки при шоке 1 степени составляет 10 мл на кг в час, при 2 степени 20 мл на кг в час. У больных с 3 степенью шока инфузатор в течение нескольких минут вводится в дозе 20-40 мл в минуту до нормализации, до подъема систолического давления, до 80. Этот показатель мы обязательно отслеживаем. И затем 30 мл на кг в час. Рекомендуют проводить в 2 сосуда сразу же мутривенное введение жидкости. Гормоны вводятся мутривенно, струйно в дозе при шоке, компенсированном 10-15 мг на кг, при декомпенсированном 20-30 мг. По преднизолону также может потребоваться инотропная поддержка. Это допамин вводится через 30 минут от начала медицинской помощи. При эффективности противошоковых мероприятий относительно стабилизации гемодинамики можно внутривенно, струйно вводить антибиотик. Вообще, ранее входил в все протоколы левомицетин. Всегда на догоспитальном этапе это было оправдано и необходимо. Дозировка была 25 мг на кг, но в настоящее время согласны новым приказом стандарта оказания медицинской помощи. Детям применения гокковой инфекции рекомендовано введение цевтриаксона по причине того, что левомицетин дает гораздо больше побочных эффектов, нежели цифалоспорин. Но они имеют принципиальное отличие в том, что левомицетин является бактериостатическим антибиотиком, а цевтриаксон бактерицидным, что может, как я уже объяснила, усиливать шок. При наличии судорог вводится диазепам для того, чтобы обеспечить нормальное состояние более-менее ребенка, которое нам необходимо для транспортировки его. Ряд ошибок совершается на догоспитальном этапе. Это не своевременная диагностика, во-первых, мегокковой инфекции, во-вторых, несоответствие доз препаратов в степени инфекционного шока, неадекватные дозы и путь введения медикаментозных средств, отсутствие инфузионной терапии – это одна из больших ошибок, и отсутствие динамического наблюдения за больным во время транспортировки в стационар или в реанимационное отделение. Согласно протоколу, по клиническим рекомендациям, в стационаре, что делается? Препараты первого ряда – это этиотропные, все-таки, цифалоспорены третьего поколения, также можно использовать пенициллин, ампициллин, и альтернативные препараты – меронем, хлором, финикол, это левомицетин тот же самый. При развитии септического шока полиорганной недостаточности предпочтение отдаётся цифалоспоринам, учитывая высокую частоту вторичных бактериальных осложнений широкого спектра. У нас ещё есть группа пациентов, которые болеют локализованными формами, которые их не госпитализируют часто, они лечатся на дому, у кого есть нинго-носительство, случайно обнаруженное при профобследовании. Так вот, их госпитализация осуществляется по показаниям, показания в основном социальные, то есть наличие в семье маленьких детей или там, если из какой-то группы особый ребёнок, или госпитализация из учреждений с круглосуточным пребыванием. В целом, такие дети лечатся на дому всегда и назначается просто терапия с помощью антибиотиков широкого спектра. Это амоксиклав, амоксицелин в стандартных дозировках в течение 5-7 дней. Затем проводится контрольный мазок, исследование бактериологическое, и если он отрицательный, собственно говоря, за ребёнком больше не наблюдают. Стоит обращать внимание на этих пациентов, будь то на зафарингит, будь то менее как носительство. Есть данные о том, что 30% всех этих ситуаций имеют свойство генерализоваться. То есть сегодня он носитель, завтра он развил, например, форму генерализованную. Поэтому стоит взвешивать все за и против, смотреть, да, насколько возможно проведение терапии вообще дома и насколько она будет проводиться в достаточном объёме. Экстренная профилактика существует в очаге, проводят профилактические прививки при необходимости и возможности, да, детям в возрасте от 7 месяцев до 7 лет, не позднее 7 дней после контакта вводят обычный человеческий иммуноглобулин. Карантин на группу закрывается, группа накладывается на 10 дней и проводится двукратное бактериологическое обследование с интервалом в 1-3 дня и на 7-й день. Мининга А плюс С есть вакцина, да, такая мы имеем в своём арсенале защитные средства, есть вакцина разработана, вакцина давно есть, она может применяться со 18-месячного возраста, проводится однократно вакцинация, вводится подкожно или внутримышечно, вообще есть разные виды вакцин, у нас, к сожалению, в настоящее время пока доступно только Минактра, это первая вот тут строчка представлена, да, как вы видите, она содержит в себе А, С, полисахариды, серогруппа А и С, YW, она конъюгирована с дифтеринным анотоксином, всего до 2-х лет рекомендуется введение 2-х доз, если вакцинация начата после 2-х лет, то уже однократная. Минюгейт, Менцевакс и другие вакцины у нас пока недоступны, их нет в наличии. В чем проблема и актуальность Минакаковой инфекции, к сожалению, как я уже сказала, сохраняющаяся заболеваемость на территории Российской Федерации, это пока что та инфекция, которой мы не можем массово управлять. Высокая доля генерализованных форм, мы с вами видели, от половины до третий, от третий до половины случаев, это генерализованные формы. Дети болеют часто, в том числе генерализованными формами. Высокий уровень летальности, особенно среди детей, и, к сожалению, отсутствие вакцины в национальном календаре профпрививок Российской Федерации, так, чтобы она была доступна для всех и каждого, и каждый имел возможность защитить себя от этой серьезной грозной инфекции. На этом все. Надеюсь, все было достаточно понятно. На этом заканчиваю. До свидания.